Если Армения добровольно не пойдет на подписание мирного договора, который она обязала, то тогда Азербайджан начнет завинчивать гайки. Как на границе, так и вон там, в зоне ответственности так называемых российских миротворцев. И я как вижу, что именно это началось в районе новой дороги, вот этого нового Лачинского коридора, потому что далеко не случайно Азербайджан раньше времени завершил это строительство, вернул старую дорогу. А на новой дороге, вы живой свидетель, в эфире вашего канала сказал, что если они не сделают это по-хорошему, значит будет не по-хорошему. Сейчас Азербайджан пока демонстрирует мягкую силу, мягкую силу, кто в доме хозяин. Азербайджан это демонстрирует как Армении, как армянскому населению Карабаха, которые находятся в зоне ответственности российских так называемых миротворцев, так и этим самым так называемым миротворцем. Всем показывают, кто в доме хозяин. Вот они пришли и требуют, пока требуют, мирно. Разберитесь с тем, что происходит на территории Азербайджанского Карабаха. Именно подчеркиваю, Азербайджанского Карабаха, который зафиксирован в трехстороннем соглашении, который признает весь мир и Россия и Армения в том числе, юридически, по международному праву, все то, что вы там творите. Если вы это делали на старой дороге, Азербайджан терпеливо это как будто бы отмечал. А на новой уже этого больше не будет. И в ближайшее время вы увидите на этой новой дороге азербайджанскую посты. Мышь не проскочит. Я имею ввиду антиазербайджанская мышь. Включая просто книжки антиазербайджанские для школ. Потому что все то, что будет не соответствовать суверенитету территориальной целостности Конституции Азербайджана, тихо-тихо будут завинчиваться гайки. Пока завинчивают это мягкой силой. Вот это демонстрируется. Это демонстрируется всем. И армянам, и русским. Поэтому это далеко не случайные события. Я об этом предупреждал. Это будет усиливаться. Это будет усиливаться. И если кто-то рассчитывает на эскалацию, что вполне возможно, результат этой эскалации будет тот же, который был в сентябре. Тот же, который был в августе. И до этого. И никто в мире не пикнет. Потому что это территория Азербайджана по международному праву. Ни Сенат Франции, ни какой-то другой Сенат, ни Конгресс Соединенных Штатов Америки. То есть, никто сегодня не будет заниматься этой тематикой вне международного права. Особенно на фоне того, что творится на российско-украинском треке. Там международное право, так и здесь международное право. Чем отличается суверенитет территориальной целостности Украины от суверенитета территориальной целостности Азербайджана? Ничем. Украина защищает силой оружия. И Азербайджан защищает силой оружия. Более того, Азербайджан пока терпеливо показывает добрую волю. Пока вперед пошло гражданское население. И если вы думаете, что за этим гражданским населением не стоит вся мощь азербайджанской армии, а рядом, как вы сами понимаете, и турецкая армия, я не думаю, что кто-то в этом сомневается. Включая тех же русских миротворцев. Поэтому в ближайшее время вы будете свидетелями продолжения. Вот этой тематики. И заметьте, заметьте. Армянское население собралось в Ханки-Анды. А душка не хватило пойти туда. Душка не хватило пойти туда. Какие будете требования там требовать? Никто не пошел туда. Там азербайджанское население. Хозяева этой территории по международному праву. И перед ними стоит российский так называемый миротворцы. И что могут сделать миротворцы? Вот с автоматами. Они что, будут убивать это население? Нет. Каким аргументом у них есть, чтобы предъявить претензии? Азербайджан говорит о том, что идет незаконная эксплуатация месторождения. Давайте разбираться. Если не идет, значит не идет. А если идет, значит она идет. На каком основании? Кто вам дал разрешение? Более того, миротворцам крышевать? У вас что, мандат на это? Кто вам дал этот мандат? То есть, если вы думаете, что приехал сюда в Арданян, и с Волковым вместе они смогут там поменять микроклимат, который не устраивает Азербайджан, то вы глубоко ошибаетесь. У Азербайджана сегодня и белые фигуры, и темп, и политическая конъюнктура. Я не вижу никаких возможностей у оппонентов Азербайджана, как в России, как в Армении, так и на Западе. Более того, я наоборот вижу все больше и больше понимания здесь в Вашингтоне. Подчеркиваю, все больше и больше понимания здесь в Вашингтоне в этой тематике. Потому что Вашингтон очень кровно заинтересован стабильности в нашем регионе. Кровно заинтересован на фоне того, что происходит сегодня на российско-украинском треке. И Вашингтон не заинтересован в ухудшении отношений с Турцией и с Азербайджаном. И это очень четко прослеживается. Я вижу даже, что в Армении в определенные силы правительстве, у них есть понимание этой тематики. Просто, ну, дело идет к финишной прямой. И тут уже, это как, знаете, вот как российско-украинская война, да? Вот все понимают, что Украина должна победить. У России нет никаких других рычагов влияния. Правда на стороне Украины. Так и здесь правда на стороне Азербайджана. Что вы можете предложить? Кроме этих дурацких разговоров про МИАЦУМ, так и Путин предлагал, русский этот мир. Кто-нибудь поверил в это? Так и в это никто вам верить не будет. То есть тема приближается к своему логическому завершению. Вполне может быть, что эти миротворцы даже покинут эту территорию раньше оговоренного срока. Но это зависит, конечно, от того, как закончится и с каким результатом закончится война между Россией и Украиной. Но я точно знаю, что российские миротворцы больше оговоренного срока, больше здесь находиться не смогут. И идет уже подготовка к этому. Пока идет эта подготовка в информационном поле и вот такой демонстрации через мягкую силу. Дальше будет больше. Я имею ввиду и посты, и таможенные посты, и пограничные посты, и все остальное. Я уже не говорю и тему Зангизурского коридора, и другие моменты, которые будут касаться и делимитации, и демаркации, и в целом того же мирного договора, на котором настаивает Вашингтон, и на котором настаивает официальный Баку с Турцией вместе. Я хочу подчеркнуть, настаивает именно Вашингтон. И все эти разговоры о том, что какие-то здесь договоренности были в Вашингтоне, никаких договоренностей в Вашингтоне на тему вот этого Карабаха, бывшей территории, да, Нагорного Карабаха, как сегодня официально Азербайджан называет вот ту территорию, где находятся российские миротворцы, так называемые. Никаких давлений на эту тему с Азербайджаном никто не ведет. Вот. Единственное, что конкретно Азербайджан сам говорит об этом. Это наше население. И мы будем решать это в рамках нашей Конституции. Кто захочет, останется. Кто не захочет, они спокойно могут уйти. Коридор закрываться не будет. Если кто-то думает, что коридор будет закрываться, глубоко ошибается. Просто коридор будет под контроль. Не будет проходного двора. Ни оружия туда, никаких иранцев, иранских специалистов, никакой литературы и всего остального туда-сюда ездить больше не может быть. Армянское население, вот как россияне тихо-тихо привыкают к тому, что уже бомбят российскую территорию и Крым в том числе, Такое армянское население сегодня, в Ханькенди, в Ходжалы, в Ходжаванди, в Ахдаре, вон там, где они под защитой российских миротворцев, так называемых, подчеркиваю. Они будут привыкать к этой мысли. И это не первая вот такая демонстрация. Они будут привыкать, привыкать, и они будут понимать, что они ничего сделать не могут. А что они могут сделать? Что, попросить этих российских миротворцев стрелять? Ну, пускай попробуют. Пускай попробуют. Вот посмотрите, как эти миротворцы стоят. Хотя некоторые из них проявляют там грубости, да, там царапают машины, там то да сё. Ну, пускай попробуют, они что-то сделают. Уйдите, что из этого получится. На этом никто сегодня сыграть не сможет. Потому что сегодня ситуация не та, которая была 30 лет тому назад. Сегодня совершенно кардинально другая ситуация. Поэтому, если армяне в Ереване, армяне в Ханькенди хотят мирного исхода, идите на мирный договор с Азербайджаном без посредников. Вам не нужна в этом вопросе ни Россия, ни Франция, особенно определенные силы Франции. Вам нужно помириться с Азербайджаном и с Турцией. А Соединенные Штаты и их союзники, я имею в виду в первую очередь Брюссель, они это поддержат. Вам нужен мир? Так вот, идите на этот мир. Если вы рассчитываете на то, что силовым методом кто-то вас поддержит, посмотрите на Украину и делайте вывод. Азербайджан отстаивает свой суверенитет и территориальный целостность. И сегодня никто в мире эту тему запретить Азербайджану это делать не сможет. А те, кто у вас говорят, вот выходят иногда в эфир вашего канала, уважаемые дела, или на своих каналах занимаются, но и антопонизацией армянского населения, они просто враги армян. В моем понимании, потому что они делают это армянское население снова заложниками вот этих дурацких идей 20 века, типа Мирова Сума. Вот точно так же, как Путин и его режим сделали заложниками целое российское общество вот этим дурацким русским миром. Вот результат. Вы хотите, чтобы Армения тоже пришла к этому, к чему сегодня пришла Россия? К потере своей государственности? Подумайте на эту тему.